бегу за амиранчиком уже написали сейчас в чат группу там есть группа вайбере у этого садика то что выключили свет надо детей срочно забрать потому что помещение не отапливается у них отопление идет от света обогревателями выключили свет но сейчас такое время свет могут выключить непредвиденно когда угодно кому угодно так что до пяти часов не будет света сбегу это же хорошо что я рядом понимаете с говорила что я в пешей доступности 10 минутах ходьбы от амирана а вот так вот если есть родители я знаю которые ездят салтовки в этот садик потому что такой же садик есть на салтовки но там запись на 150 мест вперед поэтому в общем ездят салтовки сюда заниматься и конечно вот так вот салтовки быстро не доедешь ветер сегодня ужасный салтовки быстро не доедешь чтобы забрать ребенка понятно едут не едут перехожу на пешеходном переходе машины очень странно себя ведут естественно лучше лишний раз постоять подождать пришли уходить не хочет ни в какую говорю идем домой выключили свет здесь а он говорит я не боюсь домой не хочу смотрите он и здесь лего нашел только огромное лего это наше все мы идем знаете куда с норой к стоматологу мы записаны к стоматологу еще несколько дней назад у нас там есть небольшие проблемки сейчас пойдем два часа дня и решим их так нора ты боишься кстати поздоровайся со всеми здравствуйте боишься не знаю я не боюсь я вообще никогда не боюсь там стоматологов стоматолог в общем открывай бахилы что это было здесь 4 2 мне два мне два тебе здравствуйте хорошо люда очень добрый врач очень просто золотой человек и не знаю как ее но раз детства ходит к ней здесь такая старая больница старая лестница смотрите старый пол как и все такое люблю старинная люблю 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 все такое выключи тоже раздевайся сидим нора немного волнуется что ты переживаешь ты же прошлом году была установка тихо не трясись боже моя девочка так вот бывает когда мы когда-то с новичкой пошли к стоматологу это еще было лет не знаю лет восемь назад а а там же пришла пациентка которая ей было 50 лет но она как начала плакать истерить вообще знаете как маленькая девочка не хочу не хочу не хочу я она пришла с мамой кстати начала истерить что не хочу к стоматологу нора так это запомнила на всю жизнь до сих пор да ты мне это вспоминала еще прошлом году ну все уже забыла на фоне происходящего ничего что ну мы с норой вышли немного прогуляться а вообще вышли мы от стоматолога что хочу сказать все хорошо но и там практически ничего не сделали у нее была небольшая трещинка это все замазали специальной эмалью ну и все ну а мне конечно у меня там более сложная проблема мне еще надо будет среду идти ремонтировать и что я хотела сказать то что у нас сейчас все спрашивают очень много вопросов поступает про стоматологию кстати вот это вот все так разбито не было я не знаю что случилось ну наверное идет время как-то у нас все было у нас обычно такого нет у нас всегда все ухожено у нас на каждом углу харьковину по крайней мере центре по открывалась новая стоматология я дохожу к одному и стоматологу тоже много лет но в харькове я смотрю по открывались новые такие кабинеты стоматологии частные а потому что ну потому что даже люди которые уехали покинули украину пределы украины харьковчане они все равно все возвращаются лечить зубы в харьков это я знаю на сто процентов потому что даже вот кого я знаю люди находятся сейчас германии во франции в италии ну а так они вообще это были харьковчане они будут они вернутся обязательно ну вот они приезжали недавно все лечить зубки лечить зубки приезжают харьков ну во первых здесь гораздо дешевле ничем не хуже качество обслуживания и у нас все делают очень хорошо но естественно по цене это будет дешевле вот даже если взять имплант то у нас сейчас будет это стоит 500 долларов так 700 в районе наверно до 1000 конечно можно и дороже естественно найти я беру такой средний диапазон у немного решили прогуляться нам еще сейчас нужно зайти у меня кстати немного плохо говорю но я стараюсь говорить нормально но у меня еще не кололи анестезию немного еще обваливает у нас холодно так вообще похолодало очень сильно вчера было очень много знаете что меня очень приятно удивило то что когда я вчера показывала открытки и дореволюционные до военные там и харьковские разные были открытки я не успела еще прочитать что на них изображено ой простите изображено что на них написано подписано я рассматривала что на них как раз изображено а что подписано я не смотрела не вдавалась и не читала а потом почитала комментарии а люди стали писать видно нажимали на стоп и писали мне что что подписано на открытках меня это так вообще удивило порадовало то что люди обращают на это внимание даже прочли я еще не успела а вы многие уже прочитали спасибо вам за это большое то что разделяете мою такую увлеченность помогайте мне бывает расшифровать некоторые ребусы вечный огонь не горит по всей видимости вроде бы не горит так что вот так вот друзья не забывайте подписаться на канал кто еще не подписался всем хорошего дня на хорошего настроения мирного неба крепкого здоровья и помните самое главное что все войны заканчиваются миром здесь такие соки продаются как раньше были сикберезовый березовый 3 литра 121 гривна яблочный 3 литра яблочный виноградный 133 гривен и просто яблочный 133 такой яблочный полунычный 133 а вот вишневый 143 интересно кто же это делает белгород-дренистровский одесская область так сколько стоит у нас хлеб батон 16 гривен батон с кунжутом 24 гривны 26 гривен хлеб эльзайский 30 гривен батон багет французский 25 гривен хлеб обычный такой белый 24 гривны тостовый 20 тостовый 30 лаваш 28 булочки разные 55 32 что-то со скидкой